Девушки отдыхают 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 которая хочет, что хорошо выглядит, старается, ходит регулярно в косметологу, и говорит, что задурело, что я где время возьму вот это все наносить. Люди не понимают, что не просто так это все создано. То есть нам вообще, по большому счету, нужно, так сказать, отдать должное и большое спасибо Пакхангилю за то, что организовал такую фирму. И заметьте, что вся продукция, которую они когда-то продают, да, вот у нас в пользовании, как правило, это все системы, да, а это тоже не просто так, система, потому что это последовательность, организованность, а потом, естественно, и результат. Так вот, я хочу вам рассказать, ну, кое-что я уже исперечислено вам сказала, но еще кое-что для того, чтобы вам было проще ответить на вопрос, а зачем мне все это? Кожа обновляется раз в 26-28 дней. Растет кожа не постоянно, она растет. Утром и сразу после полудня. Почему? Попробуйте записаться, да, к косметологу утром и сразу после полудня. Как правило, это время всегда занято. А потому что люди, которые знают, что самый лучший результат ухода будет в эти часы, они это уже место забили. Но пандемия нас научила тому, что мы не всегда можем пойти к косметологу, да, куда как проще все-таки самому сделать дома, причем такими прекрасными средствами. А теперь я попрошу вас посмотреть, пожалуйста, на свой большой пальчик, на ноготок. И представьте, что вот объем кожи размером с ноготок представляет из себя один квадратный сантиметр. Так вот, на этом квадратном сантиметре к коже подходит один метр кровеносных сосудов. Вы только вдумайтесь. Дальше идем. Там 15 сальных желез. Вот на этом квадратике, вот на этом ноготочке. Здесь тысячи пигментных клеток. Здесь 150 сантиметров лимфатических сосудов. Здесь 100 потовых желез. Вы можете себе представить? Ну, кто-нибудь из тех, кто пришел на мастер-класс, об этом думал? Вот теперь на вопрос, а зачем мне это все, покажите им ноготок большого пальца и скажите. Вот для этого ноготка нужно вот это все, 15 желез, 60 волосяных мешочков и 25 нервных окончаний. Их нужно наполить, накормить, успокоить. Вопросов, я думаю, будет уже гораздо меньше. Ну, про строение кожи мы говорили уже, да? Только скажу о том, что да, эти все три слоя. И у каждого этого слоя эпидермис, дерма и гиподерма, у них есть свои функции. Каждый из этих слой несет свою функцию. Для того, чтобы эта функция выполнялась как положено, каждая имеет свое строение. И это строение, как нам вот сейчас Ишлаша рассказала, точно так же на другом срезе, да, оно требует соответственного питания. И наша задача это все напитать. Ну, когда у нас есть такие средства уходовые, как атотоми, с этим проблем меньше. Но, как говорила Коко Шанель, в 20 лет мы имеем то лицо, которое нам дала природа, в 30, которое формирует жизнь, в 50, то, которое мы заслужили. Но я бы теперь добавила, а за 50, то, которое мы можем сделать сами. И даже когда приходят юные девочки, которые говорят, ну, мне вроде как рано. Не рано, потому что кожа имеет такое свойство, во-первых, она может быть благодарной, а может и тамстить, если вы ее перепитали, переувлажнили, пересушили и так далее, да. Но про уходовые средства мы сегодня говорить не будем. Я просто хочу сказать о том, что, казалось бы, все у нас уходовые средства под рукой, ну, что нам там маска, да. А я считаю, что все-таки это очень хороший продукт. Он отличается от любого другого, который, ну, во всяком случае, которым пользовалась я на сегодняшний момент. Вот скажите мне, наши милые дамы, мужчины, спрашиваю, вы вряд ли пользовались масками, хотя, почему нет. Кто покупал просто маски в магазине, любые, когда-нибудь. Ну, хотя одну, не все. Замечательно. А теперь скажите мне, кому удалось пройти квест по раскрытию маски без проблем, легко и просто, открыть и нанести? Ну, кому-нибудь удавалось? Удавалось. Но не так легко и просто, как это делается с Дейли-маской. А почему? Потому что на Дейли-маске есть основа. И она прекрасно снимается, маска разравнивается и ложится на лицо. Я никому не поверю, что вы легко открыли маску, вот так просто, быстро ее расправили. Да вы ее 155 раз измацали руками, повернули их вверх ногами, она у вас прилипла к локтю, к запястью. Вы ее уронили, исчерпихались и уже хотели бы на все на это блюдо, ну ладно, Бог, с ним нанесли. Нанесли, легли. Ну, что происходит? Оно поднимается дыбом, она норовит куда-то сползти или в глаз залезть, как мне сказала одна знакомая. Я ей сказала, Дейли-маска никуда не ползет. Почему? Во-первых, она полностью из натуральных компонентов состоит. Здесь есть и бамбук, и водоросли, и тенцел, и гупро. То есть это все натуральные ткани, в которых как бы свойственно повторять все очертания, все изгибы. Поэтому она ложится на лицо безупречно. Во-вторых, что происходит? Эту ткань напитывает, проскочила, разбитывает специальные питательные вещества. Ну, читать вы все умеете, можете посмотреть на схемку, а я вам только добавлю, что эти питательные вещества, упакованные внутрь гидрогеля, который не течет, как вода, он довольно такой живеобразный, да, и он в себе удерживает максимальное количество питательных веществ. И вы его, когда нанесли, эту маску на лицо вместе с питательными веществами, никуда она не ползет и никуда она не лезет. Но я заметила одну такую особенность из своего личного вам опыта. Скажу, что когда я, например, наложила маску, я обратила внимание, что первым делом пропитались и высохли волокна носокубная складка и вокруг глазок. То есть там кожа тонкая, ей нужно много питания, и она быстро его туда в себя забрала. А вот там, где у нас кожа более плотная, там потребовалось немножко дольше времени. Но скажу вам, да, нужно сказать о том, что у нас дейли-маски представляют из себя три вида, да, мы все знаем их там, упругости питания, сияние и увлажнение. Соответственно, три шага к красоте – это менять эти маски ежедневно. Казалось бы, маленькая коробочка, в которой содержится 10 таких масок. Так, остановлюсь вот на чем. Скоро у нас Новый год, и я для себя уже решила, что очень простой вариант сделать приятное своим друзьям так упаковано, что вы можете достать из этой коробочки по одной маске любого вида, сложили, положили зубную щетку и зубную пасту, красивую упаковочку, положили игрушечку новогоднюю с символом года, и у вас за совсем небольшие деньги готовый уход. А в Новый год, когда у нас долгие длинные праздники, ну, любая из ваших подруг вам скажет спасибо за то, что у нее дома оказалась возможность поухаживать за лицом. И хочу еще что сказать про гейли-маски. Уход нужен. Не просто вы вот пришли и решили, ой, сейчас-ка я масочку наложу. Нет, кожа, она не поросенок, ее перепитывать не надо. Не забывайте о том, что вот Александра сейчас рассказала про уход, очищение, да, он должен быть обязательно полноценным, вы должны очистить кожу и только на чистую кожу накладывать. Ну, так тут тоже есть рекомендация. Когда мы умываем кожу уходовыми средствами, будь то это с маслом, дип-клинзер или там масло, да, гидрофильное, или и потом пенкой смыли, мы нанесли нашему кожному покрову шок. У кожи есть свой пиаш. Когда вы вот так умыли кожу, да, вы ей не нанесли вреда, что вы там, ой, сейчас там кислотой, кислотой не сушили ее. Нет. Но шок кожа испытывает. Потому что представьте, если на вот этом ноготке большого пальца 15 сальных желез, они вырабатывают за сутки, на минуточку наши сальные железы, 20 граммов масла. Ну, а тут два кусочка салка себе отрежьте, прикиньте, сколько, да. Вот мы их, оба-на, резко и смыли, и оставили наше лицо голым. Оно не готово ни к ветрам, ни к морозу, ни к яркому освещению, ни к тусклому, ни к пыли и так далее. Поэтому нанесли слой тонера, помогли коже этот шок преодолеть. Тонер что делает? Тонер – это локомотив, который поможет все питательные средства, которые вы будете потом заносить в любой системе ухода. Он в поры помогает лучше проникнуть, открывает поры. Поэтому вы нанесли слой тонера и спокойно нанесли дыли маску. Любую, какую вам сегодня вы почувствовали, что сегодня сухо. Тем более, что сейчас включили в домах отопление, и, наверное, каждая уже поняла, что вот мы утром просыпаемся, да, спасибо уходовым системам от атоми, да, у нас уже не такая стянутая кожа. Но вообще кожа от отопления сильно страдает и сушается. Поэтому маски вам в помощь. Ну, быть, как говорится, женщиной, красивой женщиной – искусство, а быть женщиной красивой, ухоженной – это искусство вдвойне. Нам одних масок будет маловато. Для этого нам изобрели еще и гидрогелевые маски, и патчи. Ну, я объединила это в один блок, потому что по своему составу они одинаковые. Эти маски вообще состоят только из волокон водорослей, соответственно, абсолютно натуральные. Там абсолютно натуральные вещества. И самое, так сказать, таинственное для нас, и с другой стороны, очень знакомое – это вещество, добываемое из бурых водорослей. Ну, я думаю, что с бурыми водорослями мы все хотя бы раз в жизни сталкивались. То есть это просто-напросто морская капуста, ламинария. Мы ее все ели и в консервированном виде, и в сушеном, знаем о ее преимуществах. И вот ученые задались вопросом, раз она так полезна для организма в сухом виде, то, наверное, там что-то стоит поискать и для косметики. И, конечно же, нашли. Так вот, водоросль ламинарии, ее листья и ножка ламинарии покрываются скользкой субстанцией. И на этой ножке это так называемый репродуктивный орган. А матушка природа там устроила любой организм, что репродуктивный орган, который способствует дальнейшему размножению, он особо оберегается. И поэтому именно на ножке сосредоточено очень большое количество вот этой скользкой субстанции, фукозы так называемой, которую выделяют, экстрагируют и дальше пропитывают ею волокна водорослей в маске. А чем хороша? Да тем, что они поняли, что вот эта водоросль живет на глубине океана и чувствует себя там прекрасно, несмотря на то, что там ураганы, буря, шторма, там песок, там нехватка кислорода и воздуха, да, там много чего, как бы, взять неоткуда. А с другой стороны, почему задумались именно о морских водорослях? Да потому что там вот такие есть вещества полезные, которые в наземных растениях не встречаются вовсе. И это, естественно, было основополагающим в применении вина фукозы. И когда эту фукозу выделили, то, понятное дело, запатентовали. То есть если вы зайдете на сайт, вы увидите фотографии двух патентов, которые именно на ферментацию фукозы были добыты и сделаны. То есть это подтверждение того, что это оригинальный продукт. Я полезла, так сказать, в интернет посмотреть, что у нас. Есть и у нас опубликованная научная работа, и там более 20 патентов. То есть я поняла, что вот эту фукозу, ее, во-первых, можно выделять. Есть еще водоросли, которые так и называются фукусы. Из них фукозу выделяют. Так вот на фукусы это уже наша российская, так сказать, разработка была. Тоже есть препарат, он тоже делает, он тоже работает. Но мы сейчас говорим о том, что вот нас конкретно здесь интересует. Что еще хорошего, так сказать, в гидрогелевой маске? То, что, во-первых, в ней содержится вытяжка из семи трав. Ну не буду, сами читайте, да, время тянуть чего. Скажу только, что это семь чистых ингредиентов с самого экологичного места. Это остров Чонжу. Он так считается, что это экологически чистый остров. И продукт перерабатывается, как заверяет производитель, в день сбора. То есть все абсолютно свежее. Ну а теперь, так сказать, что самое главное? Это то, что когда мы используем гидрогелевые маски... Сейчас, секундочку. Ой. Сейчас. Значит, здесь есть некоторая особенность. Все думают, опять-таки, ну открыл, наложил и все. Нет, я вас попрошу запомнить вот таких основных три момента. Но мы все знаем, что кожа бывает разная. Бывает сухая, бывает жирная, ну как бы самые простые градации. Бывает комбинированная, а также кожа, которая требует особого ухода. Так вот, если у вас кожа жирная, то до того, как наносить гидрогелевую маску, вы делаете очищение кожи, затем вы наносите тоннер, а только потом вы наносите гидрогелевую маску. Не выбрасываем, когда мы ее сняли, расскажу потом для чего. Вы ее сняли, дали впитаться остаткам веществ и наносите полноценный уход, к которому привыкла ваша кожа. Ежедневный тот, которым вы пользуетесь. Если у вас сухая кожа, здесь будет другая последовательность. Вы очищаете обязательно кожу опять-таки. А дальше, внимание, вы наносите весь уход, исключая крем вокруг глаз и крем основной, который вы накладываете в конце. Потом вы накладываете гидрогелевую маску, убираем, даем впитаться и только потом наносим крем и крем вокруг глаз. И у нас получается полноценный уход. И если у вас кожа, которая требует особенного подхода, увядающая, проблемная и так далее, здесь последовательность, внимание, третья. Тонером, опять-таки, после очищения тонер наносится на лицо. Это первый шаг. А дальше два слоя ампулы из вашей системы ухода. Любой. Либо ампулы, вот четыре вида, какой вы на сей день пользуетесь, либо любая ампула, которая в любом уходе. Затем вы наносите гидрогелевую маску и в конце вы наносите остатки средств, которые после ампулы у вас там идут. Сыгра, колосьон, крем и так далее. И получаете полноценный уход. Еще одна, так сказать, разновидность гидрогелевых масок – это гидрогелевые патчи. Тоже вам хочу рекомендовать на Новый год презентовать прекрасный подарок. Цена замечательная – 1200 рублей за 60 этих вот масочек. Причем тоже полностью натуральные. Используется ровно так же до самой последней капли. И, ну, наверное, не откровим Америку, да, они убирают темные круги под глазами, разглаживают мелкие морщинки, напитывают кожу влаги. Но они еще могут вам послужить, распрямляя межбровные дуги, на носогубных складочках хорошо их тоже наносить. Ну, и если позволяет широта души себе любимой, то и на шее. И они прекрасно работают. Ну, я считаю, что это вообще скорая помощь для женщин. Если вы утром проснулись, а накануне вы поели солененького огурчика, или там с мужем пивком побаловались, да, с рыбкой соленой, утром «Здравствуйте!» – сказал Восток. Мы примерно все одинаковые, плохо себя вижу, называется. Опухшие, припухшие, отекшие. Ну, так вот, если вы пока пьете утренний кофе, нанесли на чистое лицо гидрогелевые патчи, то, поверьте мне, через 30 минут у вас уже уменьшится отечность. А если еще масочку нанести, она и полностью личико в порядок приведет. И самое интересное, что после того, как вы нанесете декоративную косметику, когда вы берете маску, она ляжет идеальным слоем. Вот просто идеальным, понимаете? Настолько выравниваются морщины. Да, чудес не бывает. Из одного, двух, трех раз глубокие морщины у вас не уйдут. Они никуда не денутся. Да, это мы знаем. Надо идти к косметологу и там заниматься. А иногда к пластическому хирургу, кому как повезет. Но мелкие морщинки, сухость кожи, серость кожи, а тут ловатость, она снимет. Поверьте, это так. И теперь поговорим о том, почему я сказала, не выбрасывай. Вот все, что у вас, так сказать, высохла, вот эта пленочка, она выглядит вот как пререзиненная такая, немножко как вот холодец. Берем 500 мл жидкости, растворяем, бросаем туда остатки маски. Все, что в пакетике было, в чем она лежала, тоже туда. Патчи тоже туда размешали, подождали. Оно распеверилось, абсолютно без осадка. И на чистую кожу, то есть если вы вам приняли душ, это очень немаловажный фактор. Никогда не пытайтесь принять соляную ванну или там с какими-нибудь травами, не приняв предварительно душ. Ну почему? Потому что вспоминаем ноготок. Сальные жили заработали, потовые работали, поры забиты. И чем вы туда не пытались запихнуть? Ну да, наверное, где-то что-то попадет. Но мы же хотим полноценного ухода. Значит, сначала душ и очищение кожи, потом наливаем. Пока вот вы лежите с маской, а вы себе уже ванночку наливаете. Нет у вас ванны, и такое бывает. Зато есть душ, да? Налили себе в тазик, поставили ножки, налили часть растворчика, и у вас ножки. Ну вот я на днях провела эксперимент. Когда я открыла дейли-маску, я поняла, что там очень много осталось питательного раствора, а мне же жалко. Поэтому пока я решила, так сказать, чтобы масочка поработала, я взяла вот этот ёжик, который остался, он был пропитан составом, который есть в маске. И я намазала ступни ног, пяточки, локоточки, и кончики пальчиков и руки. Вот пока я лежала с маской, я беру руки и глазам не верю. У меня вот, например, на локоточке постоянно в одном месте вот довольно грубая кожа. Вот трещинки закрылись. То есть они получили питание, и они сгладились. То есть даже если вот такой эффект очевиден, то на гладкой и ухоженной коже, ну сами понимаете, он в 10 раз будет виднее. Поэтому, дорогие мои женщины, и мужчины тоже, потому что и вам туфель-маски вполне себе можно использовать. Желаю всем красоты, бодрости и здоровья и использовать прекрасную продукцию Атонии. Надеюсь, что вам лекция моя была полезна. До встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok